ДУЭЛЬНОМ ЭТИКЕТЕ ДУЭЛЬНОМ ЭТИКЕТЕ И к чему приводит пиратская любовь? В 1593 году в Гринвиче английская королева Елизавета I принимала у себя женщину, которая пришла просить об освобождении из плена ее сына и брата. Эта женщина тоже была королевой, королевой пиратов. Грейса Мелли или Грануали была родом из Ирландии и командуя двумя сотнями мужчин, всю жизнь грабила англичан на суше и на море. За ее плечами было два побега из тюрьмы, два брака и множество удачных боевых операций. Грануаль произвела такое впечатление на Елизавету, что та, простив ей ненависть к Англии, отпустила ее родственников и увековечила имя Грейс, нанеся его на карту Ирландии. Грейс до сих пор остается национальной героиней Ирландии и единственной женщиной-капитаном в Европе. Но, несмотря на суеверие, далеко не единственной женщиной-пиратом. Женщины, конечно, на корабле – это всегда нежелательные условия, тем более на пиратских. Но мы знаем, что были женщины-пираты. Как правило, это была своеобразная травестия. Они присутствовали в мужском платье чаще всего. Или просто уже как мужчины, или как мальчики. А уж все, что касается, да, всяких интимных подробностей, туалетов, этих чудовищных, да, корабельных условиях. Как все это удавалось сохранить в тайне, совершенно непонятно. Скорее всего, если женщина была готова одеваться и вести себя как мужчина, уметь давать отпор назойливым домогательствам и никогда не просить поблажек, команда принимала ее и относилась к ней как к равным. И вот это неудивительно. Ведь пиратские нравы очень противоречивы. К примеру, большинство джентльменов удачи были крайне богобоязнены. Известен случай, когда во время воскресной молитвы на борту один из пиратов отвлекся от процесса. И был немедленно застрелян капитаном. В Порт-Ройале, пиратской столице Ямайки, были церкви всех основных конфессий. И хотя священников там никогда не любили, на строительство и содержание храмов охотно жертвовали. Порт-Ройал был самым крупным городом Нового Света и не уступал по размерам Лондону. Его называли Новым Содомом. В каждом четвертом доме была таверна и увеселительное заведение. Именно в них пираты оставляли большую часть того, что добывали в походах. Каждый раз, вернувшись в порт, они устремлялись к тому, чего им так не хватало в море, к женщинам и алкоголю. Но, вопреки расхожему мнению, пираты пили не просыхая только в свободное от похода время. И надо сказать, пили не только ром. В ходу были бренди, крепленное пиво, различные коктейли. Самым популярным был коктейль «Убийца дьявола». Ром повышенной крепости, смешанный с порохом. Напиваться в море было не запрещено, но не принято. Стандартные нормы спиртного едва превышали те, которые были приняты во флоте. А ром был необходим для того, чтобы дезинфицировать воду. Все корабельные лампы и свечи должны быть потушены ровно в восемь вечера. Желающие выпить, обязаны подняться на верхнюю палубу. Кодекс Бартоломью Робертса Пьянство на борту было чревато не только конфликтами среди пиратов. В любой момент могла возникнуть необходимость бежать или обороняться. А это было возможно только с трезвой командой. Надо сказать, что корабль в море и корабль на рейде до и после похода – разные понятия. На якорных стоянках пираты позволяли себе упиваться в усмерть, что порой приводило к плачевным последствиям. Так Морган лишился одного из своих кораблей вместе с командой. За несколько дней до выхода в море они устроили на борту пьяный дебош. И кто-то случайно выстрелил. В бочку с порохом. За пьянство на борту пришлось заплатить и команде капитана Рэгхэма, или Калика Джека, в которой, надо заметить, было сразу две женщины – Энн Бонни и Мэри Рид. Мэри Рид родилась в Англии в 1691 году. Трудное детство, плохая компания, авантюрный нрав. В результате – отлично, я рада. У Мэри Рид рано умирает отец, мать, чтобы сохранить какой-то пенсион, выдает ее за мальчика, потому что был еще и старший брат там умерший. Вот какая-то опять история с переодеванием. После этого уже мы видим Мэри Рид и в кавалерийском каком-то отряде, в британском, потом уже на корабле, сначала на личном корабле, потом на пиратском корабле. Когда король Георг объявляет амнистию, она с радостью занимается каперством, уже как женщина-пират. И в конце концов приходит на корабль к знаменитому пирату. Это такой Джек Келлико. Ну, ситцевый Джек, да, такой веселый ситчик, такой был знаменитый пират. Вскоре, после прибытия на корабль Джека, с Мэри случилась беда. Она влюбилась. И тут ее любовник повздорил с одним из самых отчаянных пиратов на корабле. Они договорились решить вопрос на следующий день, на берегу, как это предписывал кодекс. Мэри запаниковала. У ее парня просто не было шансов. Поэтому, выбрав удачный момент, она затеяла ссору. И довела бывалого пирата до ярости. Ждать он просто не захотел. А так как корабль стоял на якоре, они немедленно отправились на берег. Пиратов часто изображают в ярких, иногда вычурных костюмах. На самом деле, они не отличались каким-то особым стилем в одежде. Джентльмены удачи не слишком беспокоились о внешнем виде. Предпочитая практичность и удобство, часто носили то же, что и матросы на флоте. Правда, переодевались они крайне редко. Поэтому потрепанный и не самый чистый внешний вид был нормой. Женщины носили только мужскую одежду. Правда, были любители выделиться. Возвращаясь в порт, они тратили большую часть добычи на шикарные наряды и щеголяли в них до следующего похода. Продолжение следует... Кувырок. Чуть ли не единственный акробатический элемент, который может быть логически оправдан в реальном бою. Это был кувырок вперед. А теперь кувырок назад. Посмотрите лучше в бою. Мэри, мечтай о том, то через несколько походов скорпит побольше денизации, выйдет замуж и станет приличной дамой. Отправилась на корабль. В скором времени команда действительно урвала большой куш. Было принято решение, не дожидаясь прибытия в порт, встать на якорь и прямо на корабле устроить бурное праздненство. Приближение английского военного парусника увидели только Мэри Рид и Энн Бонни, которые в дебоше не участвовали. Британская абордажная команда ворвалась на палубу. Все перебились, включая капитана. А две наших милых дамы, вот эти вот лютые ведьмы, как их называли, дрались на палубе, кричали в трюм, пытаясь пробудить всю эту публику пьяную. Но никто не отозвался. Всех захватили в плен. На суде Мэри заявила, что беременна. Это оказалось правдой. Смертный приговор отсрочили. Но ни рождения ребенка, ни исполнения приговора она не дождалась. В 1721 году, в возрасте 30 лет, Мэри Рид умерла в тюрьме от пневмонии. Пиратская жизнь редко заканчивалась счастливой. И это относится не только к людям. Трагичный финал ждал и их знаменитую столицу Порт-Ройл. То, что случилось 7 июня 1692 года, многие сочли божьей карой. Ровно в полдень началось страшное землетрясение, которое не просто разрушило две трети города. Оно откололо его от островной части Ямайки. Как только подземные толчки стихли, с моря пришла волна цунами и довершило то, с чем не справилось землетрясение. Город исчез на дне Кингстонской бухты, унеся с собой почти 4000 человек. Мужчины, женщины, рабы, люди любых рас и любого происхождения. Пиратское общество принимало всех. До тех пор, пока они были готовы забыть о законах своей страны и принять законы братства. Мир пиратов полон тайн и загадок. Возможно, большую часть из них люди никогда не разгадают, но вряд ли когда-нибудь перестанут пытаться это сделать. Редактор субтитров А.Семкин